Доброе утро! В общем, не разобраться, тема у нас сложная. Прости, что разбираемся в технологии мецотинта. Ну, безумно интересно. 17 августа пройдет не только День города, но и откроется 5-й международный фестиваль мецотинта. У нас в гостях директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, организатор международного фестиваля мецотинта Никита Каретин. Доброе утро! Доброе утро! И художник, председатель жюри и амбассадор международного фестиваля мецотинта Гил Ланжевен. Наш канадский гость у нас просто сегодня. Интернациональный день! Давайте для начала. Что такое мецотинта? Вот как доступно? В двух словах, чтобы понятно. Доступно – это очень редкий, очень сложный вид гравюры на металле, на меди конкретно. И дело в том, что это единственный вид гравюры, который позволяет оперировать не штрихом, не темным контуром на светлом поле, а световым пятном. Поэтому такая живопись на металле. В общем, смотрите, получается таким образом, что обычно белый лист, и ты его закрашиваешь черным, и образуются тени. А тут наоборот. Черная пластинка меди, ты ее высвечиваешь из черного, делаешь белые участки, играешь с тенями. Ну, примерно так. Ну, может, стало понятнее. Можем вам показать маленькую пластинку медную? Да, это сайте. Can you give me this place, please? Это пластина большого мастера японского уже ушедшего Хамагучи. Она сверху покрыта сталью для того, чтобы ее не повредить во время печати. Куда показать, для того, чтобы было понятно. Сейчас, да, вы видите, да, что на ней изображено сейчас. Дальше, пожалуйста. На этой пластине делается изображение с помощью другого инструмента, шабер, который называется по-немецки. И затем уже она покрывается краской, и с помощью печатного станка, афортного, это изображение переносится на бумагу. И на бумаге мы получаем оттиски, ну, вот похожие на те, которые Ги держит в руках. Это уже гравюра на бумаге непосредственно полученная здесь. Вот так выглядит гравюра уже после работы художника на станке. Здесь у нас нет с вами, конечно, всех инструментов, но гравюра, это получается бумага. У нас есть сейчас возможность показать, да, крупно на экране. Мы на экране сейчас покажем фотографии. Мы запаслись, подготовились к нашему. Вот посмотрите, пожалуйста, на экране мы сейчас видим, как... Работа, работа Ги. Вот, это работа нашего гостя Ги, который является признанным мастером медсатинта. Скажите, пожалуйста, на этом фестивале мы сможем посмотреть... Во-первых, мы должны сказать, что Ги привез нам подарок. Да, он привез большой подарок, мы можем об этом спросить. Вы привезли в музею большую подарок, большую доначу для всех ваших работ. Пожалуйста, расскажите об этом чуть-чуть. Я решил, чтобы дать большую часть моей медсатинской продукции, потому что я стараюсь. Я решил в связи с тем, что я постепенно старею, все-таки передать основную часть своей работы за последние 40 лет музею. И я хотел бы отдать, уже отдал фактические работы именно в этот музей, потому что я хотел бы, чтобы они и сохранились здесь, там, где проходит фестиваль, и там, где находится крупнейшая и самая значимая коллекция современного медсатинта в Екатеринбурге. И потому что Никита хороший парень. Нет, потому что я дружу с директором. И они принимали мою предложение. Поэтому я решил, чтобы улучшить предложение с шестью плей. И помимо того, что я подарил коллекцию гравюр, я еще передаю шесть медных досок, что является очень большой редкостью в целом в музейных собраниях, когда художник отдает не только оттиски, но и сами матрицы медные, с которых идет печать. Да, потому что оттисков-то можно сделать сколько угодно, скажем так. А матрица, да, в единственном экземпляре, поэтому это, конечно, очень ценно. И эти матрицы медные, они будут выставлены наравне... Они уже сейчас на экспозиции. Мы только что с утра с Ги все проверили, все ли в порядке. Были в зале, где сделана экспозиция его работ. Там же и находятся в витринах медные доски. Так как это фестиваль, то предполагается соревновательный какой-то момент. Ги, вы являетесь не только художником, но и судьей на этом фестивале. По каким критериям оценивается работа? Какие критерия для других артистов? Есть много критерий, но для меня это эмоции, которые дают мне. И технику, конечно, но технику всегда perfect. Критериев, конечно, может быть много, и, естественно, среди них много технических. Но на самом деле те, кто занимается медсетинтом, как правило, технически очень совершенны. Потому что это очень сложно. Поэтому главная для него, это как раз-таки возможность передать художественную мысль, эмоцию, образ. Вот возникает вопрос, все-таки ты художник или ты мастер? Вот здесь вот либо душа, либо у тебя руки обладают всеми техниками. Что больше важно в медсетинт? Удователь, удача, 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 удача или удача? Я считаю, что главное в любом искусстве это видение художника. Но жюри, это и жюри, нас 9 человек, мы все с разными мнениями, поэтому будем бороться и отстаивать следующие. Надеюсь, бороться вы будете в переносном смысле этого слова. У меня в руках как раз, значит, метаморфозы тела. Под таким названием та коллекция, которую ГИ передала в наш музей изобразительного искусства. И уже, я так понимаю, сегодняшнего, ну уже сегодня и далее можно прийти и полюбоваться. На самом деле меня, конечно, просят развернуть, показать, но так как мы говорим про метаморфозы тела, то здесь представлено тело во всей его красе человеческое. И, скажем так, без купюр существуют ли возрастные ограничения в связи с этим, что я показываю сейчас на экране? Ну, вы знаете, в музее много обнаженного тела, но то, как оно показано, как правило, не вызывает какой-то, так скажем, отдельный, это не предназначено для ощущения эротизма ситуации, скажем так, а просто, подчеркиваю, красоты тела человеческого. Ну, это очень красивое человеческое тело. И, пожалуйста, поэтому здесь, в принципе, я не вижу смысла вводить такое ограничение, но мы всегда стараемся немножко перебдеть и предупреждаем родителей о том, что их дети могут столкнуться с чем-то прекрасным телом. Да, давайте коротенечко о самом фестивале. Что будет у вас буквально полминутки? У нас открытие произойдет завтра, и фестиваль будет доступен с 17-го числа. И именно с 17-го и 18-го числа, с субботы на воскресенье, мы делаем огромное событие, печатный марафон, на котором 20 ходоразличных художников из разных стран с 12 дня до 6 вечера будут непрерывно печатать гравюры для всех, кто хочет понять, как это делается. Если вы не поняли наш рассказ о том, как это происходит, лучше прийти и один раз увидеть, чем сто раз услышать. Совершенно верно. Там можно будет задать вопрос художнику, можно будет подписать у него каталог, можно будет поговорить непосредственно с тем, кто это умеет делать. В общем, это событие, которое нельзя пропустить любому человеку, кто интересуется изобразительным искусством. Дело в том, что печатная графика в целом в нашей стране, к сожалению, уходит в прошлое. И, пожалуй, это единственный фестиваль, где могут работать три печатных станка одновременно. Больше такого просто в России не происходит никогда. В любых техниках. Без прошлого нет у нас и будущего, поэтому надо сохранять и знать. Спасибо вам большое. Последний вопрос, Ги. Вы будете работать, фестиваль будет работать в День города. Пожалуйста, поздравьте наш Екатеринбург. Вы будете работать как жюри-мембер в День города, поэтому вы можете услышать какие-то жюри-мембер и артисты? Я хотел бы сказать пару слов благодарности городу. Дело в том, что каждый художник, который приезжает на фестиваль, фестиваль чувствует себя немножко принцессой. Мы ощущаем ваше уважение, ваш интерес к тому, что мы делаем, поэтому так многие из нас возвращаются в ваш прекрасный город. Спасибо. Это наилучшая похвала, я считаю, для нашего города. Спасибо. Вам огромное спасибо. Спасибо. Наш эфир продолжается, и сейчас писатель Решетников родился в семье почтальонов, поэтому в его доме-музее воссоздали почтовый двор 19 века. А чем и как кормили емщиков в почтовом дворе, выясняет Анастасия Ахапкина.